Галактическая Федерация создана более 4,5 миллионов лет назад для того, чтобы предотвратить вторжение злых сил из других галактик, которые хотят править этой галактикой. Сейчас Галактическая Федерация включает в себя более 200 тысяч различных звездных наций, конфедераций и союзов. Примерно 40% из них это гуманоиды, а остальные другие формы жизни. Галактическая Федерация является структурным подразделением межгалактической коалиции МАДАР и выполняет функции отряда наблюдателей коалиции в галактике. Также Галактическая Федерация предоставляет необходимую помощь планетам и цивилизациям в их развитии от грубых видов энергии более тонким. В Галактической Федерации существует документ, главная директива, запрещающая вмешиваться в развитие цивилизации, если та не попросила о подобной помощи. До недавнего времени это касалось и Земли. На Земле известны многие документы Галактической Федерации, преимущественно наставления неразумному человечеству. В том числе третье и четвертое обращения КОН от имени коалиции МАДАР, масса контактерских материалов, среди которых Межпланетная Федерация и другие по многим признакам Библии. Кроме Галактической Федерации в Галактике существуют другие межпланетные объединения, преимущественно диктаторского устройства. Такова, например, Империя Олеона, Безжалостная Федерация Драка и Конфедерация Маркап. Каждая из этих объединений включает в себя одну главную цивилизацию и несколько захваченных планет с их цивилизациями. Все упомянутые объединения считают Землю своей. Галактическая Федерация с этих позиций помогает цивилизации планеты с выходом в космическое содружество на общих правах. Орион, Драка и Маркап стараются присоединить планету, каждый в свою коалицию. Естественно, не как главную цивилизацию. Можно сказать, на рабских условиях. Всем этим объединениям необходимо сознательное решение цивилизации Земли о присоединении. Это непременное условие. Ещё раз, всем этим объединениям необходимо сознательное решение цивилизации Земли о присоединении. Это необходимое условие. Поэтому каждый тащит Земля в свою сторону. Фактически мы переживаем настоящее широкомасштабное вторжение представителей инопланетного разума. В большинстве своём они не проявляют к нам враждебности. Но тем не менее мы должны помнить о возможном влиянии таких посещений на жизнь и будущее человечества. Галактическая Федерация состоит в тесном сотрудничестве с духовными иерархиями. Цель прихода Советников Галактической Федерации на нашу планету заключается не только в том, чтобы следить за происходящими изменениями, но и одновременно в осуществлении подготовки нашей новой цивилизации с тем, чтобы она успешно была основана. Их задача есть миссия по возврату колыбели в родной дом. Как было это названо первой контактной командой. Все земляне будут испытывать потребность в процессе консультирования. И дай Бог будут желать этого. Советники будут помогать каждому в вопросе механизма, необходимого для определения новой галактической роли. И они будут вести и учить. Цель прихода Галактической Федерации заключается в том, чтобы мы полностью приняли нашу определенную жизненную миссию и затем реализовали ее. Сеть сознания, а кроме того группы, все они имеют отношение к этому широкомасштабному намерению. И Галактическая Федерация насчитывает различные группы, являющиеся наблюдателями времени. Их единственная цель заключается в том, чтобы развить энергии господ времени и таким образом помочь совету каждого уровня Галактической Федерации правильно понять свои решения и действия. И таким образом понять значение участия в Божественном плане Созидания. Галактическая Федерация была создана для того, чтобы в первую очередь предотвратить эксплуатацию и управление этой Галактики межпространственными темными силами. Эти межпространственные темные силы посеяли в Галактике Млечного Пути семена своих существ с жесткими сердцами, похожих на компьютер. Они на самом деле имели вид присмыкающихся и динозавроподобных существ. Эти темные существа распространились по Галактике и начали с успехом завоевывать тысячи звездных систем. Однако в результате эти динозавроподобные присмыкающиеся существа достигли зоны Галактики, где умные и чувствительные существа свободной воли создали несколько галактик, имеющих сходную технологию. Затем примерно 4,5 миллиона лет назад начался период звездных войн с попеременным перемирием. В ограниченной форме эта модель войн и мира продолжалась до настоящего времени. В то время как по всей Галактике продолжались эти нападения, враждебные для Союза динозавроподобные присмыкающиеся существа приняли более организованную форму. Они поняли, что необходимо создать разностороннюю и эффективную организацию, которая бы являлась как верховным руководством, координирующим оборону Галактики, так и форумом, позволяющим осуществлять обмен между человеческими и нечеловеческими цивилизациями на культурном и государственном уровне. Галактическая Федерация рассматривает себя своего рода как организацию объединенных наций звездных систем, единственной целью которой является проведение организационных работ по обеспечению продолжительного потока Света в нашу Галактику Блечного Пути. До сих пор в Галактической Федерации имеется более тысячи звездных систем и звездных союзов, однако в результате новых пополнений между 1988 годом и 1993 годом количество членов увеличилось до 200 тысяч. Основой этого Галактического Союза творения является любовь. Одна из основных функций Галактической Федерации заключается в том, чтобы обеспечить наличие оборонительной системы от внезапных и несправедливых нападений. В добавлении к этому у Галактической Федерации имеются важные обязанности, как проведение исследовательских работ, обмен технологиями и взаимовлияние. Таким образом, Галактическая Федерация постоянно направляет своих ученых и группы по связи с космической миссией в другие звездные системы, не являющиеся частью Галактической Федерации. Другим моментом, который необходимо подчеркнуть, является следующее. Галактическая Федерация посредством различных советов организовала 4 региональных совета, куда входят планеты, звездные системы и звездные союзы. Поскольку Галактическая Федерация считает себя организацией абсолютно сознательных и миролюбивых цивилизаций, она постоянно изучает цивилизации, кандидаты, которые соответствуют критериям членства. Когда планета какой-либо звездной системы или ряд планет достигает требуемого уровня технологического и культурного развития, с этой цивилизацией вступает в контакт и после всемасштабно-научного обоснования. Последнее охватывает в высшей степени широкомасштабные духовные, культурные и научные качества. Благодаря управляющему Совету Сириуса и Духовной иерархии нашей планеты и Солнечной системы сделано исключение с точки зрения соблюдения правил членства Галактической Федерации. Духовная иерархия напомнила всем Советам Галактической Федерации о том, что наша Солнечная система является как важной Солнечной системой, витриной, так и о ее особом положении, причиной которой служит ум и чувствительность человека. В результате это обсуждение перевернуло кармические законы. Определенные под контролем влияют для нашей Солнечной системы со времен гибели Атлантиды. И Земля была принята в качестве полноправного члена в Галактическую Федерацию согласно нашему времени 5 марта 1993 года. Это определение полноправной члены дало возможность законодательно оформить миссию Галактической Федерации по спасению и официально поручить первой контактной команде подготовить протоколы по вопросу спуска на Землю и вхождению в первые контакты. Так как Галактическая Федерация готовится сейчас к первому контакту с Землей, мы должны знать о ее функции. Как было отмечено ранее, основная цель Галактической Федерации заключается в том, чтобы ускорить создание в нашей Галактике высокосознательных, чувствительных галактических цивилизаций со световой направленности. Космическая миссия состоит из двух групп. Первая группа состоит из научно-исследовательских команд, которая из оборонительных сил и научно-исследовательских сил. У научно-исследовательских сил есть три основные цели. Вот такая информация. Мы в ближайшее время будем свидетелями того, что на Землю будут прибывать космические существа. Хочется сказать, готовы ли мы к этому? Можем ли мы воспринимать более осознанно такие широкомасштабные вещи? Пересмотрели ли мы все свои недостаточности, чтобы быть открытыми к такому контакту? Удачи всем! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...